Вот это поворот. Источник ВЧК УГПУ рассказал, понятное дело, что здесь может быть ошибка, попозже узнаем детали, что Алексей Кудрин покинул Россию. В пятницу вечером он был замечен в отеле Риц в израильской Герцлии. Пока неизвестно, будет ли он уже по проторенной дорожке других видных россиян просить израильское гражданство, или просто решил отсидеться среди своих. Я напомню, Алексей Кудрин — это глава Российской счетной палаты. То есть лицо не просто системное, но еще и высокопоставленное. Эта должность очень серьезная. То есть вслед за Чубайсом отлетел Кудрин. Более того, я напомню, что по многим раскладам, по многим элитным расстановкам Кудрин мог стать путинским преемником, особенно при сценарии либерального госпереворота. Все. Либералы были полностью разгромлены. От Навального до Чубайса и Кудрина. Вы знаете, это крайне-крайне серьезный поворот вообще ситуации внутри России в первую очередь. Но если это подтвердится, если это окажется правдой, тем более если Кудрин будет просить израильское гражданство, как бы начинают возникать вопросы, что на самом деле в Кремле происходит. То есть если раньше Путин балансировал между разными элитными кланами, теперь создается впечатление, что есть конкретный клан, который вырывается вперед. Это клан так называемых силовиков. И чего нам ждать дальше? Чем силовики будут заниматься? Осознают ли они, что даже для задач сильной армии, сильной обороноспособности и так далее, необходимо развивать оборонную промышленность? Главное слово промышленность. Нужно где-то готовить специалистов, профессионалов, нужно развивать образование. Для поддержания хорошей физической формы вооруженных сил нужно развивать медицину. То есть без поднятия экономики обеспечить ту же силовую составляющую невозможно. Понимают ли они это или не понимают? Так или иначе будем следить за развитием ситуации. Мы так и не поняли, кому принадлежит торговая компания Мираторг. Злые языки шкворчали, что большому семейству Дмитрия и Светланы Медведевых с братьями последней. То сегодня Федеральная антимонопольная служба начала антикартельную проверку этой уважаемой или не очень компании. Мираторг крупнейший в России, один из крупнейших в России агрохолдингов, производителей мяса, яйца, разных других продуктов питания. Если эта проверка не для отвода глаз, то все будет или просто хорошо, а если она для отвода глаз, все будет или просто хорошо, или хорошо, но с небольшими нарушениями. Если это наезд на Медведевых, то штраф будет значительным. Если по справедливости, то наказание станет огромным. Что ж, Петра и Февронию им в помощь, это отсылка к знаменитой околоправославной активности Светланы Медведевой, которая рассказывает, как важно жить по православным законам, там бла-бла-бла. Педалируется вот эта вот тема, где Всероссийский день семьи, любви и верности, день святых благоверных Петра и Февронии. Что ж, возможно, у них сейчас большие проблемы возникнут с одним из источников поступления финансовых средств. Возможно, компания Мираторг, это именно оно. Очередное нападение на виллу Владимира Рудольфовича Соловьева в Италии произошло. Вы посмотрите, какой кровавый бассейн. Итальянскую виллу Владимира Соловьева снова завандалили. На этот раз неизвестные забрызгали стены дома красной краской и окрасили бассейн в кровавый цвет. Вот так вот все это выглядит. В. Соловьев. Киллер. Обвиняют, что он убийца. Раз он работает на российскую власть, соответственно, он несет ответственность за то, что происходит на Украине. Некоторые считают, что там происходит абсолютно ненужное убийство мирных граждан. Ну и вот так вот на это все реагирует. Один из богатейших людей России, председатель Совета директоров и владелец 64% акций АФК «Система». Считается, что именно эта группа компаний производит для российских вооруженных сил беспилотники, дроны и так далее. Владимир Евтушенков облюбовал лазурный берег Франции вместе с членами своей семьи Татьяной и Натальей Евтушенковыми. Но вот опять же, если это правда, если на самом деле этой компанией поручено заниматься разработкой оборонных технологий вооружения для нашей страны, как они имеют право свою жизнь связывать с Западом. С 2014 года, когда против России начали массово вводить санкции, с 2014 года было разве непонятно, что рано или поздно все к этому и придет? Разве история Виксельберга, история Дерипаски, у которых все раздербанили? У Дерипаски, я напомню, было отнято право управлять его энергетическими алюминиевыми компаниями. У Виксельберга больше миллиарда евро заморожено в швейцарских банках. Как дальше олигархи, которые имеют влияние на обороноспособность страны, как у них оставили возможность иметь какие-то активы за рубежом? Непонятно. Семье Евтушенковых принадлежит французская компания SCI Petr, которая владеет недвижимостью. Виллы под названием Вилла Вайкики, расположены по адресу Сан-Жен-Капфера, 40. Вилла находится в 500 метрах от моря. На параллельной улице по адресу Сан-Жен-Капфера, 26, расположена еще одна вилла семьи Евтушенковых под названием Вилла Ноадьбуа. Де Юрия — это собственность французской компании SCI Кристин, которой Владимир Евтушенков владеет вместе с супругой Натальей. Есть и третья вилла, и тоже по соседству. Вилла находится по адресу, я язык сломаю все это зачитывать, соседний адрес. Стоимость этой третьей виллы составляет еще 7 миллионов евро. Вилла является собственностью французской компании семьи Евтушенков под названием SCI Умпто. Владимир Евтушенков летает в страны Европы на самолете Boeing 737 с бортовым номером, зарегистрированным в Арубе. 28 февраля этот Boeing вернулся из Дубая в Москву. Сама ФК-система сейчас испытывает финансовые трудности. Ее долги превышают 200 миллиардов рублей, а убыток — 46 миллиардов. Это гениально. Человек летает на своем роскошном частном самолете, у него огромное количество недвижимости, счета в Европе. А вот его компания почему-то терпит финансовые сложности и даже убытки. 46 миллиардов рублей убытка. А как это называется? Я уверен, что в ближайшее время он будет просить у государства поддержки. Вы знаете, это вот из-за спецопераций у нас такие проблемы. Ни из-за вилл, ни из-за того, что деньги вывозились на Запад, ни из-за частных самолетов и другой роскоши. Это из-за действий российской власти у нас кризис. Именно поэтому из бюджета надо покрыть проблемой финансовые дыры олигархата. Каймановые острова, очередная не самая крупная офшорная зона, заморозила связанные с Россией активы на сумму около 7,3 миллиардов долларов. По нынешнему курсу это 600 миллиардов рублей. Понимаете, о каких суммах идет речь? Я так понимаю, что когда во всех офшорах вскроется, сколько реально было связано с Россией денег, это будет просто шок. Хотя вряд ли эту информацию для нас опубликуют, обнародуют. Очень интересная заруба произошла между Дерипаской и соратниками Навального, в первую очередь Любовью Соболь. Они выложили отдельный ролик, обращение к Дерипаске, типа ты, Дерипаска, поддерживаешь путинскую власть, ты тоже отвечаешь за то, что происходит на Украине, ты должен высказаться против этой спецоперации, это войны, война и так далее. Вот что отвечает Дерипаска. Жаба против гадюки. Любовь Соболь обратилась ко мне, нравоучительным тоном учительницы начальных классов, и призвала взять на себя вину за то, что происходит на Украине. Да, подумалось, похоже, еще одна поехала кукухой, ведь даже эта манера речи для хамоватой в сущности женщины смотрится абсолютно нелепо. А после знаменитых сцен в постели замужней Любы с оператором Навального она получила признание настоящей революционерки-пассионарии. Я напомню, это пишет Дерипаска, тот самый, который орав у девушек с низкой социальной ответственностью катал на своей яхте. Это знаменитая история, и это он рассказывает, как кто-то там кому-то там изменял. И вот теперь такая бедовая Люба, по настойчивой рекомендации пиар-консультантов из-за океана, все-таки перешла на поучительные педагогические интонации седой Надежды Крупской. Якобы это хорошо действует на масса, создавая впечатление разумности говорящего не от Люба. Разумность говорящего, вернее всего, проверяется смыслом слов им произносимых. Смысл неизмеримо важнее интонации. Вот и в вашем обращении ко мне свалено в кучу все, что вам якобы известно, без разбора. Словесный смысловой винегрет. Так называют манеру вываливать все в одну кучу перед слушателем или зрителем. Яркой иллюстрацией бессмысленности вашей конструкции является обвинение в том, что я исправно платил налоги в казну последние 20 лет. У вас это звучит как обвинение, но это, кстати, на самом деле идиотизм. А мои убеждения как раз исходят из безусловной нормальности этого. Сколько больниц, школ, парков, дорог построено из моих налогов за последние 30 лет? Сколько людям при пользе из этого вышло? Вам не понять. Вы относитесь к тому шумному московскому меньшинству, которое живет на гранты, донаты, подарки, подачки и откаты за наезды на бизнесменов, не заморачиваясь своим вкладом в бюджетные налоговые доходы города Москвы или страны. Ваша кредо – бюджетный паразитизм. Всеми общественными благами пользуйтесь в три горла, но ни копеечки, ни людям, ни в казну. По принципиальным соображениям я так понимаю. Я таких, как вы и ваши подельники-паразиты, не люблю и даже презираю. Ну, слушайте, вот это интересный заход. Гражданин Дерипаска рассказывает, какой же он молодец все-таки, раз все эти годы платил налоги в бюджет. Я почему-то уверен, что если бы приватизация прошла по-другому, если бы не было вот этих самых грабительских залоговых аукционов, если бы корпорации «Норильский никель», «Русский алюминий», «Гидроэлектростанции», металлургические заводы, которые занимаются черной металлургией, если бы это все осталось в государственной собственности или в народной собственности, там было бы гораздо более эффективное развитие, соответственно, совершенно другая доходность, и денег в бюджете было бы гораздо больше. Поэтому вот эти рассказы, что мы с барского плеча, крошечки, которые падают с нашего стола, вот это вот мы передаем в бюджет, это мы такие великие благодетели-благотворители, звучит странно. То, что команда Навального плевала вообще на бюджет и на доходы, да и, собственно, олигархов они щипают очень избирательно, это тоже правда, поэтому реально грызня жабы с гадюкой. Я напомню, Олег Дерипаска — это возможный преемник Жириновского. Дерипаска может позволить себе купить партию, ну так, в кавычках «купить партию», организовать такую спонсорскую поддержку, что его назначат руководить ЛДПРом. А может быть, он не хочет, может быть, у него какие-то другие планы. То, что сейчас такие олигархи, как Дерипаска, активно лезут в политику и ведут себя именно как политические фигуры, я напомню, олигарх — это не просто богатый человек, олигарх — это человек, который имеет политическое влияние. Вот, судя по всему, 90-е возвращаются нам и в этом разрезе в том числе. Рэпер Моргенштерн собирается получить израильское гражданство и проходит процедуру репатриации Алии. Это потрясающе. У нас кого только не было, но башкирских евреев, которые репатриируются в Израиле, я такого еще не слыхал. Это сильно. Почему все валят в Израиль? Вот в Дубае многие валят, покупают там квартиры, но дубайского гражданства получить им не удастся. Это прекрасные дубайские законы, там есть коренное население. Вот часто можно почитать в интернете такое описание типа «Вот Арабские Эмираты, нефтяная страна, как только там рождается ребенок, ему сразу же на счет государства кладет там какую-то сумму, там типа 100 тысяч долларов. И эти деньги, они постепенно копятся, эти деньги приумножаются благодаря процентам, и потом ребенок вырастает, а у него уже есть деньги, чтобы купить себе, хочешь, квартиру, хочешь, получай элитное образование, ну в общем, обеспечение. Штука в том, что граждане, это очень маленькая кучка арабов в Арабских Эмиратах, потому что большая часть населения страны — это работники, это могут быть врачи, преподаватели, слесари, сантехники, уборщики, и полицейские, таможенники. Это мигранты из арабских стран, азиатских стран, из стран СНГ, из Европы, из Африки. Все туда едут зарабатывать. И там, я не помню, 70 или 90, или 95 процентов, очень высокий процент населения мигрантов. В Дубаи все едут, потому что там круто. Там хотят потусоваться, но гражданство там не дадут. И если у самого Дубая возникнут проблемы, и возникнет желание ограбить наших олигархов, они то же самое сделают, что европейцы. Просто не прямо сейчас. Лет через пять, лет через десять. Когда надо будет, если у них возникнет потребность, не сомневайтесь, они сделают то же самое, они все бабки отберут. А вот в Израиле можно получить гражданство. Поэтому в Израиле не просто покупают жилье, там пытаются именно получить паспорт, в надежде, что в случае чего с ними будут обращаться уже как своими, как с дорогими представителями народа иудейска. И самая интересная новость, друзья мои, это просто-просто песня. Анатолий Борисович Чубайса вызывают в московский суд. Дело, в рамках которого это происходит, его как свидетеля пока вызывают, было возбуждено еще в 2017 году, пять лет назад. Бывшая компания Чубайса, СФО Концепт, который возглавил брат его, многолетнего советника Илья Сучков, должна была построить дом в деревне Переделки, Одинцовского района, для семьи Чубайса. В 2017 году Чубайс подал на компанию в суд, утверждая, что у него вымогают за этот дом завышенную сумму. Сама Концепт оказалась в долгах. Сучков предлагал кредиторам выкупить дом за 36 миллионов долларов, однако британская Кнайт Франк оценила его в 12,5 миллионов долларов. Это дело впоследствии объединили с делом о пропаже особняка имущества, которое принадлежало Чубайсу на 70 миллионов рублей. Его фигурантом, помимо Сучкова, является экс-член Федерального политического совета Парнаса Мусасадаев, который курировал строительство дома. Вот внезапно совершенно ничто не предвещало виды. И как только Чубайс улетел из страны, дело, которому уже пять лет, его внезапно вызывают в Москву. Давай, дружочек, давай показания в суд. Вот, возвращайся, срочно. Я так понимаю, что Чубайса берут на слабо. Что если он сейчас вернется, он может уже никуда не уехать. Но если он хочет, может быть, вернуть свои миллионы долларов, которые с этим домом связаны, ему все-таки надо вернуться. Вот это интересная история, это, конечно, красота. Люба дорого посмотреть, как сейчас Чубайс мечется, возвращаться, не возвращаться, терять деньги, не терять деньги. Хотя, учитывая последние данные, что вроде как Чубайс вывел из страны 960 миллионов долларов, почти миллиард долларов, я думаю, ради 15-30 миллионов напрягаться смысла нет. Соединенные Штаты и их союзники создали многонациональную целевую группу для отслеживания и захвата активов по крайней мере 50-ти богатых россиян, включая семью Путина, и объявили награды за информацию, которая помогает в этих поисках, сообщает американская New York Times. Мы с вами обсуждали, что американцы создавали группу, специальную комиссию, которая будет искать недвижимость российских, собственность российских олигархов. Мы с вами обсуждали, что было объявлено вознаграждение до 5 миллионов долларов. Если вы сообщаете информацию, которая позволяет найти и наложить арест на счета, виллы, квартиры, яхты, самолеты, роскошные машины, кого-то связанных с российской властью, российским крупным, сверхкрупным бизнесом, вам могут откатить приличные деньги. Там 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, 500 тысяч долларов, до 5 миллионов. Очень серьезные куски готовы отстегивать американцы. Теперь еще веселее. Они делают эту работу всемирной. Не только американцы. Это международная группа. И вполне возможно, что под это даже выделят отдельный, не знаю, отдел ФБР будет этим заниматься. Или вообще какая-то отдельная организация. То есть мы еще месяц назад думали, что у наших олигархов все отобрали. Нет, друзья, это только начало. Теперь для такого бизнесмена, который на российской территории, на украинской, на казахстанской, может быть, где-то в Китае, может быть, где-то в Индии, заработал миллиарды, и потом думает, что он будет шоковать где-то в фешенебельных странах. Для таких людей места больше нет. Вот американцы, французы, израильтяне, арабы из тех же Эмиратов или из Саудовской Аравии, которые имеют не только миллиарды, но они же имеют мощное государство, которое их, если что, в любой момент прикроет. И в этом же государстве они своими миллиардами распоряжаются. Вот эти люди пока что чувствуют себя вполне уверенно. А наши олигархи, компрадоры, вот что означает слово либераст? Это же не от ругательства, это либерал-коллаборационист. Либерал, который готов продать Родину. Вот для таких людей места в мире не остается. А у нас таких во власти большинству. Пишите комментарии, дорогие друзья, высказывайтесь, переубеждайте тех, кто случайно зашел к нам на канал. Если случайно увидите ботов, не позволяйте им портить ваше настроение, ставьте лайки, подписывайтесь. Вместе мы сила, вместе мы победим. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин